В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Под главные темы выпуска. Снегу и морозом, да, коммунальные службы рапортуют о полной готовности к зимнему периоду. Мы полностью подготовили всю нашу технику для зимнего периода эксплуатации. Носить нельзя забывать. Видно, прошел рейд по соблюдению масочного режима в торговых точках города. Опасно ходить без маски, то есть, вероятно, заразиться, заболеть. Подведены итоги губернаторской премии «Мы рядом». Ленинский городской округ в тройке лидеров. Это люди, которые в обычное, так скажем, и в спокойное время помогали. Бабье лето, увы, безвозвратно прошло. Впереди непогода и первые морозы. И хотя до календарной зимы еще больше месяца, коммунальные службы уже отчитываются о стопроцентной готовности к зимнему периоду. Справится ли муниципалитет с первыми снегопадами, выясняла наша съемочная группа. Чтобы убедиться в готовности коммунальщиков к зиме, мы отправились на Белокаменное шоссе, на базу подразделения благоустройства МБУ Дурсервис. Именно здесь, в складских отапливаемых боксах, есть все необходимое, чтобы быстро и эффективно справиться с последствиями снегопада или гололедицы. В состоянии на 20 число мы полностью подготовили всю нашу технику для зимнего периода эксплуатации. Порядка 40 тракторной техники, тяжелой техники. Это 12 единиц специальной техники во дворах. Это АНТ-1000. И порядка 15 самосвалов. Ну а если техника выйдет из строя, на базе есть ремонтная мастерская и сварочный цех. Алексей Польщиков работает электрогазосварщиком уже более 20 лет. Говорит, из-за повышенных нагрузок зимой оборудование ломается в два раза чаще. Отвалы, щетки ломаются периодически. Ну и любое навесное тракторное оборудование бывает не выдерживает нагрузок. И поэтому приходит неисправность. Мы это дело восстанавливаем. Инвентаря для расчистки от снега спортивных и детских площадок, где не применяется химия, а только ручной труд, тоже хватает. Для всех остальных территорий заготовлены противогололедные реагенты. Здесь находится у нас 320 тонн на весь Линьский округ. Но его будет мало, судя по всему. Будем заказывать еще. Каждый мешок весит тонна. Также здесь хранится около 6 тонн песко-соляной смеси для обработки пешеходных дорожек. До конца года такого количества должно хватить, а после будет использоваться уже новая партия. Закупаем еще порядка 40 тонн, где будет 16 тонн реагента и 24 тонны песко-соляной смеси. Это нам достаточно для того, чтобы себя достаточно уверенно чувствовать в зимних условиях. Потому что расход реагента от 40 до 100 грамм на квадратный метр. Сейчас сотрудники Дорсервиса приводят в порядок территорию перед зимним сезоном. Убирают мусор, собирают и вывозят опавшую листву. Все необходимые работы проводятся в штатном режиме. В Ленинском городском округе продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания граждан. Представители администрации совместно с Гостехнадзором провели очередной рейд по нескольким торговым точкам Видного. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Где маска? Такой вопрос задавал инспектор посетителям, игнорирующим санитарные правила в ходе рейда по видновским магазинам. Нарушителям грозят внушительные штрафы. Защита индивидуальная на лице. Почему у вас отсутствие рекомендации? Нет. Это закон, которому вы обязаны в общественном месте носить маску или респиратор. В связи с постановлением губернатора Московской области в торговых объектах все обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мероприятия по проверке масочного режима в местах массового скопления граждан проходят в Ленинском городском округе совместно с представителями полиции и администрацией муниципалитета. В целом масочный режим соблюдается, однако имеют место все-таки точные нарушения, которые мы выявляем, фиксируем, составляем протоколы на нарушителей. Штраф довольно существенный – 4 тысячи рублей. В ходе рейда все же были выявлены нарушители как среди посетителей, так и среди сотрудников магазина. За последние недели-две самосознательность повысилась и люди одевают маски все больше и больше. Нарушений становится меньше, но все равно есть. То есть нет у людей понимания, насколько это опасно – ходить без маски, то есть вероятность заразиться, заболеть. В связи с тем, что власти Подмосковья усилили контроль за соблюдением масочного режима в учреждениях торговли, такие рейды сотрудники администрации и государственные инспекторы будут проводить регулярно. Наталья Вуслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 15 футбольных полей такой площадь удалось сохранить благодаря сортировке отходов на комплексе «Юг» всего лишь за один год. 270 тысяч тонн отходов за 12 месяцев прошли сортировку и обрели вторую жизнь на комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест», который находится в Коломенском городском округе. Комплекс «Юг» стал первым современным центром по сортировке твердых коммунальных отходов в Подмосковье. Туда отвозятся отходы, в том числе и из Ленинского городского округа. Ежедневно на сортировку поступает около 830 тонн отходов, из которых порядка 46-47% тех ресурсов, которые могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот и которые принято называть вторичными материальными ресурсами. Сортировка не прекращалась даже во время карантина. Режим работы был скорректирован с учетом соблюдения социальной дистанции между сотрудниками и перерывов на дезинфекцию помещений. Переработка отходов является одним из наиболее эффективных способов снижения нагрузки на окружающую среду. Поэтому «РТ-Инвест» строит и развивает комплексную систему обращения с отходами. В ближайшем будущем функционал комплексов расширится. Подведены итоги премии губернатора Московской области «Мы рядом». Ленинский городской округ вошел в тройку лидеров по числу лауреатов. О героях нашего времени, которые проявили себя в период пандемии, расскажет Юлия Пагасьян. Полюбившаяся жителями Московской области премия губернатора «Наши Подмосковья» в этом году не состоялась. Ситуация с пандемией внесла свои коррективы, но организаторы нашли выход из ситуации. Премия «Мы рядом» – это поощрение людей, которые бескорыстно пришли на помощь населению в непростой период борьбы с коронавирусом. Врачи, волонтеры, благотворители от Ленинского городского округа заявки подали 66 человек. Это люди, которые в обычное, так скажем, и в спокойное время помогали, но пандемия их сплотила, и они посвятили себя помощи тем, кто оказался на самоизоляции. Четыре номинации. Самое популярное – волонтерство и благотворительность. Больше месяца компетентная жюри рассматривала заявки участников, и на днях стали известны результаты. Ленинский городской округ оказался в тройке лидеров по количеству лауреатов среди муниципалитетов региона. Девять победителей, в их числе руководитель общества инвалидов Наталья Рящина. На выигранные деньги она мечтала отвезти подопечных в город на Неве. Посетить Исаакиевский собор, Петергоф и даже просто побродить по улицам Петербурга. И вот эта мечта, которая натолкнула на мысль, что мы должны участвовать в этом конкурсе. Мечта Натальи осуществилась раньше, чем были опубликованы результаты. Теперь деньги она намерена потратить на другие нужды общества. Сумма выигрыша – один миллион рублей. Его получит каждый из 180 победителей премии «Мы рядом». Участники от Ленинского городского округа проявили себя в номинациях «Волонтерство и благотворительность» – «5 человек», «Медицина» – «2 лауреата». Столько же в номинации «Промышленность и социально ориентированный бизнес». Один из призеров – предприниматель Владислав Рымша. По его собственному признанию, в премии принял участие не ради денег или славы, а чтобы о добрых делах жителей нашего муниципалитета узнал весь регион. У нас в округе есть люди, которые действительно болеют душой и сердцем за жителей этого округа. И я думаю, что об этих добрых делах нужно рассказывать и показывать чаще таких людей, чтобы другие люди заряжались и могли бы, наверное, повторить то же самое, только уже самостоятельно. Низкий поклон врачам, которые стоят на страже здоровья. В период пандемии общество осознало, кто истинные герои нашего времени. Премии «Мы рядом» в Ленинском округе удостоились заведующий офтальмологическим отделением Петр Бокшинский и главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. Поздравляем лауреатов с заслуженной победой. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова